Анастасия Действительно, пятиконечная звезда использовалась с давних времён в разных формах поворота. Наиболее древнее её изображение, если говорить об артефактах, известных на сегодняшний день, имеет девятитысячелетнюю давность и было найдено в Малой Азии в культуре, о которой мы говорили. В неолите знак пятиконечной звезды располагали над головой великой богини в качестве её символа, а у древних египтян пятилучевая звезда обозначала божество. Известно изображение пятиконечной звезды над головой быка, как священного животного в некоторых древних верованиях. Причём использовался и знак этой звезды вершиной вниз, как позитивный духовный символ, содержащий элементы знака Аллата. Центральный треугольник направлен вниз, как обозначение созидательного божественного женского начала и знак звезды с остроконечной вершиной вверх, в той же смысловой трактовке. Издревле звезда служила символом победы духовного начала над материальным. В мифологии ею обозначали союз неба и земли. Этот знак был популярен у народов Древней Европы, Азии, особенно у шумер, персов, Америки, коренных жителей индейцев и других. Причём, судя по магическим ритуалам того или иного народа, это был один из наиболее часто используемых символов. Знак пятиконечной звезды ставили на амулетах для защиты от сил зла. Благодаря греческому языку эта звезда известна сегодня как пентаграмма. В современном мире пятиконечная звезда является символом многих государств. Очевидно, из-за утраты знания ее изображения в эзотерике стали трактовать от людского ума и считать звезду с вершиной вверх знаком белого мага, а звезду с вершиной вниз знаком черного мага. Ригден Такое разделение — это уже действительно толкование от человеческого ума. Но возникло оно из-за использования созидательной силы Аллата, доступной через данный знак в отрицательных целях. Знак звезды дает всего лишь позитивный толчок на какое-либо изменение, всплеск энергии. А уж куда потом люди его направляют — это вопрос человеческого выбора. Простой пример. В истории знак пятиконечной звезды зачастую использовали для свершения революций, переворотов. Звезда побуждала в массах позитивный всплеск. Она давала устремление, сподвигала на действия, стимулируя в людях стремление к лучшему, в понятии их внутреннего мироощущения. Поэтому люди шли на эти преобразования в обществе с верой, позитивным настроем, надеждой на лучшую жизнь и будущее, с желанием обрести долгожданную свободу. Это и есть проявленный эффект воздействия данного знака на массы. Но куда и с помощью каких установок перенаправлялась вся эта сила руководителями таких переворотов? Естественно, что в сторону власти животного разума, который подменяет понятие духовного стремления людей на реализацию своих материальных программ? Вот и выходит, что в революциях и переворотах люди в надежде обретения собственной свободы идут свергать одного тирана, а вместо него выбирают другого тирана, не понимая, что ничего не изменится в их жизни из того, что они ожидают, и не будет той свободы, о которой мечтает каждая душа. Данные подмены от животного разума не понимают даже те, кто устраивает эти массовые шоу с использованием колоссальных человеческих ресурсов, силы. Люди тратят свою уникальную силу внимания, время, чтобы в итоге усилить власть животного разума в материальном мире, в котором им же хоть и короткое время, но жить. А чем больше власть животного начала, тем больше они забывают о своем духовном начале, утрачивая истинное понимание настоящей свободы и смысла своей жизни. Анастасия. Да, когда утрачено духовное исконное знание, нет понимания, что творим и что себе уготавливаем своим выбором. Ригден. Людям стоит внимательнее присмотреться к истории и к окружающему миру. В первую очередь для того, чтобы понять ошибки прошлого и настоящего, а значит, не совершать их в будущем, а определиться в векторе своей жизни и подойти к этому вопросу с уже углубленным пониманием себя и общества, в котором они живут. Анастасия. Не зря же говорится, что знание — это сила. В связи с этим хотела бы возвратиться к разговору об исконных духовных практиках. В частности, была бы вам весьма признательна, если бы вы поведали читателям, о медитации «Пирамида», которая относится к фундаментальным духовным практикам. Надеюсь, эта медитация поможет людям, как и нам в своё время, осознать действительность, получить личный духовный опыт в познании своей души и благодаря глубинным чувствам достичь понимания того, что на самом деле представляет собой истинная свобода. Ригден. Это можно. Анастасия. Но прежде чем перейти к изложению самой техники выполнения этой уникальной медитации, хотелось бы уточнить у вас несколько существенных для читателей моментов, в первую очередь, касающихся понимания, что такое изменённое состояние сознания во время медитации. Вы знаете, я столкнулась со случаями, когда люди, даже прочитав книги, занимались медитациями, выполняя их, мягко говоря, на голом представлении. При детальном обсуждении оказалось, что они просто не понимали, что на самом деле представляет собой медитация, что такое на практике изменённое состояние сознания, хотя и много об этом читали. В одних случаях люди, думая, что делают медитацию, на самом деле практически оставались в привычном для них в течение дня состоянии бодрствования, не утруждая себя переключением в иное состояние сознания. Поэтому часто во время этого условного занятия им приходили мысли о повседневных делах, о текущей своей работе, быте, дневных переживаниях и так далее, то есть различные мысли отвлечения. Естественно, что такая медитация, как теория, проходила на голом представлении. В других случаях у людей вместо медитации происходил просто провал в сон. В основном это было после того, как они сильно уставали в течение рабочего дня, а потом садились делать медитацию. Сон, как известно, тоже одно из изменённых состояний сознания. Так вот, они его ошибочно принимали за медитацию, поэтому, прилагая такие волевые усилия, в смысле, заставляя себе сесть медитацию, несмотря на усталость после рабочего дня, фактически результатов не ощущали. Ригден. Этим людям надо понять, что такое изменённые состояния сознания, какими они бывают и чем отличаются между собой. Для таких изменённых состояний сознания, как, например, тот же сон или медитация, характерно полное расслабление тела, мысленное спокойствие, полудрёма. Но это лишь показатель начало изменённого состояния сознания. А уж потом идёт разделение. Кто погружается в медитацию, осознанное управление тонкими процессами невидимого мира? Кто в сон, бессознательное состояние? Анастасия. Вот и я о чём? То есть людям не хватает реального практического понимания, что такое настоящая медитация и как она проходит на самом деле. Ригден. Я бы посоветовал этим людям для начала разобраться и понять, что такое элементарная аутогенная тренировка, научиться расслаблять тело, контролировать свои мысли, потренироваться длительно, удерживать внимание на чём-то одном, а затем приступать к практике медитации, то есть более глубокого погружения в изменённое состояние сознания. Освоить первичные техники медитации, которые ты описала в первой книге Сенсей и других книгах этой серии, а потом уже начинать осваивать фундаментальные духовные практики. Анастасия, я с вами согласна. Люди разные, одни быстро схватывают суть, другим нужно время, чтобы во всём разобраться более детально. Но чаще всего человеку просто не хватает элементарных знаний о себе, общих механизмах работы мозга в различных состояниях сознания. Я знаю, что вы владеете уникальными знаниями в области нейрофизиологии и функционирования головного мозга человека. Не могли бы вы подробнее осветить тему изменённых состояний сознания, хотя бы соориентировать в общедоступных для читателей сведениях или же поделиться знаниями, которые можно огласить публично? Ригден. Ну разве что в пределах современного понимания наукой функционирования головного мозга, чтобы людям было понятно, о чём идёт речь и в каком направлении следует вести свои исследования? Как известно, работа мозга связана с электромагнитными волнами. Мозг может работать в разных режимах, для каждого из которых характерно определённое психофизиологическое состояние сознания. Человек как Личность, благодаря концентрации своего внимания, может управлять несколькими такими состояниями сознания. В повседневной жизни он чаще всего находится в одном из состояний, которое в научных кругах именует бодрствованием. Учёные, проводя измерения электрической активности головного мозга во времени, условно обозначают состояние активного бодрствования бета-ритмом. Его диапазон составляет от 14 до 35 Гц, напряжение 10-30 микровольт. Бета-волны относятся к быстрым волнам и являются низкоамплитудными колебаниями общего суммарного потенциала головного мозга. На электроэнцефалограмме форма волны напоминает, условно говоря, треугольники с заострёнными вершинами. Бета-ритмы в основном фиксируют при работе лобно-центральных областей мозга. Однако, когда человек отдаёт внимание чему-то новому, неожиданному, какой-либо услышанной информации, умственной интенсивной деятельности, сильному эмоциональному возбуждению, то этот ритм нарастает и может распространяться на другие участки головного мозга. Бета-ритм характерен для работы мозга при умственном труде человека, его эмоциональном напряжении при действии различных раздражителей. Вообще, надо отметить, что для мозга не характерно такое понятие, как усталость. Просто надо понимать, как он работает, и своевременно переключаться с одного вида деятельности на другой. Уметь качественно и вовремя изменять состояние своего сознания. Повседневная жизнь постоянно связана с психологической самонастройкой человека, от которой, кстати, также зависит и общее состояние организма. На человека в течение дня воздействуют различные внешние факторы, такие, например, как звук, свет, не говоря уже о влиянии невидимого мира. Все они являются повседневными раздражителями, которые так или иначе воздействуют на физиологические и иные процессы жизнедеятельности человека. Чрезмерное волнение, гнев, раздражительность, психологическая усталость сопровождаются напряжением мышц лица, шеи, рук и так далее. В свою очередь напряженная мышца также является генератором возбуждающих импульсов. Задача человека, который делает аутогенную тренировку или настраивается на выполнение медитации, ограничить поток возбуждающих сигналов. Поэтому он садится в удобную, комфортную позу, в тишине, исключает звуки раздражители, закрывает глаза, исключает воздействие источников зрительных раздражителей, переключает внимание от различных повседневных мыслей, переживаний, волнений на внутренний покой, тишину. То есть по возможности исключает непосредственное воздействие невидимого мира. Далее сосредотачивается на расслаблении мышц, исключает еще один канал возбуждения, а потом и вовсе достигает состояния полного покоя. Таким образом человек перенастраивает режим работы своей психики, а следовательно и нервной системы. Благодаря такой самонастройке он может управлять собой с помощью четких мысленных самоприказов, ауторапортов. виноват. Начинается ! Субтитры Субтитры Субтитры